Всем привет! Итак, появилось у меня настроение записать этот видос, я знаю, что он немножко не в тему, и многим из вас он будет нахуй неинтересным вообще. Речь сегодня пойдет в этом ролике о комплексных числах. Просто я сидел так и вспоминал, думаю, блядь, когда-то же я страдал от непонимания того, что такое комплексные числа, и нахуй они вообще в целом нужны. Сейчас я могу допустить то же самое, что много студентов, школьников, старших классов, которые вынуждены изучать эти комплексные числа, они тупо не понимают, зачем они нахуй нужны, за что с ними делать, какая практическая польза от них. Поэтому вот я помню, как сам страдал от этого, ну когда-то я это потом все равно понял, до меня дошло, и вот я решил поэтому записать этот видос, как бы попробовать себя немножко в новом жанре. В двух словах, в двух словах, я не буду сейчас углубляться там, то, что комплексные числа нужны для того, чтобы извлекать корни из негативных чисел, это сейчас вообще нахуй неинтересно, это вы все, ну это такая сухая теория. Я хочу объяснить вам именно практическую сторону всего вот этого безобразия. Нахуя они нужны, для чего? Чтобы ты понял, для чего ты это изучаешь, чтобы ты знал, где тебе это пригодится. Например, в электротехнике. Представим, да, вот, ну, я так полагаю, что люди знакомые с тригонометрией, да, знают, что такое синус, функция, там, косинус, да, там, сигнал в виде синус, ну, синусоида. Скажем, у вас есть три провода, да, по этим проводам у вас идет, допустим, три сигнала, то есть по одному сигналу идет, допустим, по одному проводу идет, там, с одной частотой, допустим, и амплитудой сигнал, по другому проводу, там, частота будет более высокая и так далее. То есть, три абсолютно разных сигнала с разной амплитудой, с разными частотами. В общем, и все они идут в один провод, скажем так. Представим, как будто три потока несутся в одну трубу. То есть, получается, если эти три сигнала просто захуярить в один провод, то на выходе мы получим какую-то хуйню. То есть, мы получим тоже сигнал, но он будет в виде какой-то хуйни непонятной. То есть, по сути, эти три сигнала, они смешаются. Они будут накладываться друг на друга, и получаем выходной сигнал. Ну, конечно, на осциллоскопе можно его визуализировать и посмотреть, что за хуйня получилось. Ну, а если мы хотим это посчитать? Скажем так, мы хотим вот эти три сигнала, которые ебашут в одну трубу, мы хотим их просто взять и сложить. Или умножить, или, блядь, поделить, или один сигнал отнять от другого, да? Математически, вот просто вот нам надо симулировать, что мы получим в конце концов на выходе. В двух словах, да? Если мы имеем, допустим, математически три сигнала в виде синусоид, косинусов, там вся, ну вот подобные хуйни, то складывать, умножать их, в общем, манипулировать этими сигналами, ими будет немножечко сложновато. Ну, потому что математически это все можно будет посчитать, но это будет очень сложно. А мы же не хотим сложно, нам же это нахуй не надо. Для нас придумали как раз вот эти комплексные числа. Потому что любой, блядь, сигнал, любую синусоиду, можно представить в виде комплексного числа. Ну, то есть мы можем, глядя на комплексное число, сказать, что это за сигнал, какой у него сдвиг по фазе. Ну, то есть мы можем, то есть это как бы те же яйца, только сбоку. То есть другой вид представления того же сигнала. То есть мы уже будем считать не синус там от угла там такого-то, плюс синус угла там другого. Но мы просто складываем два комплексных числа или три комплексных числа. А если сигналов дохуя, представьте, сто, то синусами ты их заебешься считать. А тут у тебя будет просто десяток или сотня комплексных чисел, которые ты между собой можешь просто сложить, тупо сложить числа. Ну, они там складываются по своим законам, но это сейчас неважно, да, мотивация. То есть ты не складываешь, блядь, синусоиды, три из примера, да, три сигнала. Ты просто берешь, складываешь или умножаешь друг на друга эти три комплексных числа. И у тебя получается результат тоже в виде комплексного числа. Это комплексное число ты можешь легко интерпретировать как сигнал в виде синусоиды. То есть и получить тот самый ебаный сигнал на выходе. Вот и все. То есть это одна из мотиваций, практических мотиваций. То есть упрощаем себе жизнь. Почему в электротехнике используются, скажем, вот эти комплексные числа? Потому что, когда у нас переменный ток, это по сути и есть сигнал синусоида. И чтобы не манипулировать там синусами, вот этими, да, используются комплексные числа. Вот и все. Вся мотивация, грубо говоря. Понравился видос? Ставь лайк. Не понравился? Тоже ставь лайк и ё-мой. Тоже ставь лайк и ё-мой.